ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ КОТ. Ты точно знаешь, кто победит. Возвращаемся в эфир. Фивер и Каспер Микрофонов. И это старт серия, третий сезон Европа. У нас Империя Фрэнс. И будем продолжать смотреть, собственно, за этой замечательной серией. У нас вторая карта. Первые выиграли ребята из Фрэнс. И пики и баны уже можете созерцать на ваших экранах. Да, буквально сейчас, наверное, вы сможете это делать. Ну, а я могу, наверное, только сказать, что первая игра была, не знаю, немного странной, как по мне. Изначально немного вязкой, потом слишком однокалиточной. Ну, да ладно. Там Баунти Хантер, в общем, в итоге, как мы выяснили, не особо вписался, когда твоя команда делает 6 фрагов за 40 минут. Вот, плохо работает этот герой. И сейчас, к моему величайшему удивлению, у нас нет Баунти Хантера. Но зато у нас есть Угрмак, Луна, Ислардар, Лейфстиллер. Такие вот пики из прошлого патча, которые по сей день не перестают быть актуальными. Да, просто хорошие связки. У тебя, с одной стороны, если мы говорим про Лейфстиллера Ислардара, очень хороший ганг потенциал. Ты стабильно можешь бегать по всей карте, убивать людей. Плюс Лейфстиллера очень трудно контролить. Требует специфический либо набор героев, да, либо какие-то артефакты специфические, чтобы появлялись. А вот по Огру, например, статистика. 49 у него матчей сыграно и 57% винрейт. Это достаточно много. Хоть и картинка страшная у него, конечно, здесь немного. Ты симпатяга, ты чего? Да он такой симпатичный, такие 4 зубика на 2 головы. Утимый симпатяшечка. Ну, замечательно выглядит на самом деле. Так вот, а с другой стороны, если мы говорим про Луну Огр-мага, у тебя просто есть сильный физушник, который способен убить всех, которому просто Огр дает лишних 3-4 тысячи нетворса нажатием одной кнопки. И персонаж просто фармит быстрее, убивает всех быстрее, ломает башни быстрее, все делает, в общем-то, быстрее. Да, тем более, сборки даже не поменялись, несмотря на то, что изменили доминатор, который теперь не дает лайфстил. Все равно на Луну собирается этот артефакт. Ну, собственно, как и на всяких джиггернаутов, например. Это да, это по настроению тоже делают. То есть ты можешь либо того же волка найти, либо еще кого-то. Если дело касается Луны, то это крипчик для того, чтобы какие-то стаки на иншентах делать, не знаю, еще какими-то делами заниматься. Я вот смотрю и реально очень редко замечаю, когда кто-то делает стаки, например, крипом. И для меня пока что вот тайна полностью доминатора не раскрыта в этом патче. Ну, потому что многие проигроки так делают, но я, честно говоря, до конца не могу вразуметь, а может быть... В смысле, почему доминатор берется? Ну, да, ну то есть только ради крипа и только ради статов, которые дают барабаны, по сути, с той же деньги. Именно, именно. Это же барабаны. Раньше барабаны были и на джиггернауте, и на Луне. Было время, когда мы плевались, видя по 3-4 барабана в каждой команде, просто потому что статы были хорошие. А сейчас, помимо того, что есть эти статы, ты еще можешь крипчика переманивать. Это же замечательно. Не важно, как называется этот предмет, там, доминатор или барабаны, важно то, что написано у него в характеристиках. В этом как раз и прелесть. Знаешь, Dragonlance. Так его тоже могут собрать. Ты можешь собрать и то, и то, в принципе, если тебе сильно хочется. Да, тоже. На героях типа Луны Dragonlance хорош просто по тому параметру, что он дальность атаки добавляет. Это уже очень сильно. Да, действительно. У нас появляется Рубик, появляется Даззл и очень интересные баны. А вот пока посмотрим на статистику Рубика, и мы видим то, что в Китае Рубика очень сильно любят. Да, его там часто берут, причем зачастую даже на первый пик забирают. Не важно, что там у противника. Легионка появляется у Фрэнс. Вот Даззл мне здесь и нравится. Почему? Объясняю. Потому что я часто взываю к командам, когда особенно мы видим инфест-бомбу. Я говорю, ребят, чем вы собираетесь переживать первых 3-4 секунды драки? Если вы сразу начинаете замес в меньшинстве, как вы собираетесь вообще побеждать? Это, конечно, возможно, но трудно. И вот Даззл — это как раз ответ на мой вопрос. Он не дает умереть тому герою, на которого нападает Лайфстиллер. Ну, если все хорошо, конечно, у Даззла, если в него там никто не влетел. Да, причем очень круто он работает против Слардара, потому что за счет Вива нивелирует этот минус армор, который с Amplify Damage дает Слардар. И вообще, в принципе, против Лайфстиллер, потому что физ ДПС всегда приятно, когда на тебе висит арморчик. Да, плюс у тебя физушники, Луна, Легионка. Если у противника пониженная броня, для них это тоже хорошо. То есть, ну, Даззл реально неплохо вписывается. У него одна проблема — это то, что он, в принципе, слабоват, если ты просто хочешь кого-то убивать там на линиях. Тебе кто-то нужен, кто может цеплять. Снайпера появляется у Team Empire. Так вот, а цеплять здесь действительно некому. Луна не цепляет, Легионка не цепляет, Огрмаг. Ну, так, постольку-поскольку. Замедление есть, и то неплохо, но это не предел мечтаний. 11% минреет у снайпера. Замечательно. На одной из девяти игр. Да, заходит так себе, видимо. Но опять же, не перестаю повторять, то, что эта статистика, которую вы видите, это, по сути, только из китайского региона, потому что у нас до этого был только Китай. Возможно, в Европе умеют играть, например, одними героями, которыми не умеют играть в Китае, а в Китае наоборот. Но хотя пики схожи, на самом деле. Вот реально похожие герои, похожий драфт. Причем и Airspirit'ы те же появляются, которые популярны в Китае. Как ты помнишь, в прошлом патче в Китае они и были популярны, а в Европе, например, нет. Один же Ракс там на Airspirit'е постоянно в каждой игре играл. Помню, помню, было дело. Ты прав. Да, ну я по-прежнему задаюсь вопросом, чем френдсы собираются цеплять людей. Они просто не в состоянии до кого-то нормально быстро добраться. Нет, ну там есть Легионка. Нет, она... Ну хорошо, есть Легионка, но что происходит первых 15 минут, пока Легионка просто стоит без блингдаггера? Вас убивают везде. То есть на вас выходит Рубик, у которого есть оглушение, Слардер, у которого есть оглушение, Лайфстилер в Слардере может сидеть, допустим, снайпер, которому даже подходить не нужно, он с дистанции всех хорошо расстреливает. Все. А у вас есть... Ну ладно, есть относительно жирные герои, типа Огрмага, там Дазл на спасателе. В плане спасения, да, все хорошо у Фрэнс, потому что Легионка может своим призоатак нормально спасать. И Дазл, собственно, благодаря Грейву хорошо справляется. Но убивать-то чем-то тоже придется, вот в чем дело. Одна Луна, вся ставка на одну Луну, что ли, делается? Не знаю. Забанили Аутторда Уаврора с одной стороны, а с другой стороны Бэтрайдера. Причем, на самом деле, вот вроде бы снайпер ОД не особо боится, он даже на линии его выигрывает. На всякий пожарный. А за счет Легионки и Дазла можно не бояться Бэтрайдера, например, потому что даже если он тебя тащит, можно подсейвить Грейвом, либо кинуть пресс за атаку, да? Да. Но все равно забанили этих героев. И опять Баунти Хантера берут Эмпайр. Эмпайр. Да, вновь Баунти Хантер. Но в этот раз мне тут Баунти Хантер больше нравится, потому что действительно потенциал для убийства у Эмпайр очень неплохой. Кому на линию не приди, ты придешь либо к Слардеру, либо к Лайстилеру, или же к Снайперу, все три линии они способны убивать. Да, коэффициенты вы можете видеть сами на этот матч. Собственно, букмекеры больше верят в команду Эмпайр. Да, палишься, палишься, что у тебя плохое зрение. По-моему, это очевидно, Роман. Да, собственно, коэффициенты примерно равны, там 1,9, 1,7. У меня глаза есть. Вторая пара? Да. Так вот, и мы начинаем потихонечку смотреть этот матч. У нас все те же Фрэнс, все те же Эмпайр. У меня, кстати, я менял, но почему-то он не поменялся, так что простите меня, мои дорогие режиссеры, зрители, все, кому, например, может, теоретически не нравится этот худ, ну, как он может не нравиться? Это же вообще забей. Посмотри на эти деревья, вот просто, вот посмотри сюда. Вот на вот эти коридоры. Чувствуешь себя аристократом, как будто ты из своего шикарного особняка выглядываешь, а у тебя как бы газон такой... Подстриженный, да? Да, подстриженный газон, и эти кусты, и садовник ходит. Так, тут сейчас, кстати, садовник будет ходить. Подстригут сейчас, да, Баунтихантера немножко, немножко вот Бигнум уже на флай нападает. Наконец-то у нас есть билеты, нормальные никнеймы. Да, ну и, кстати, давай сразу же пройдемся по командам, потому что у нас активность уже прекратилась, и ее точно не будет, и потом расскажем, что вообще происходит на карте. Итак, у нас есть у команды Friends Afterlife на Легионке, на Драгонайте будет играть Йоку, Даззл в исполнении Бигнума, на Луне Алоха и Огр Маг от Ноуфира. Да, ну и у команды Эмпиар Гостикс играет на Слардаре, ФН на Снайпере, Олвес, Ванафлай, Баунтихантер, Кингер на Рубике и Чапи на Лайфстиллере. Ну вот по вардам, по составам прошлись, по вардам можно видеть то, что есть у дайеров. Неплохой вардец, опять же, вот этот стандартный на Холмике возле Хардлайн Спота у Радиент, и, собственно, Сентряк, который... Они только что сняли блок вот этого большого лагеря, это значит то, что Кингер сможет делать отводы. Вот это очень важно. Это то, что в прошлой игре, если ты помнишь, именно этой возможности были лишены тогда имперцы. Сейчас Фрэнс... И посмотри, буквально полпикселя не достает Сентривард Радиент, который только-только поставили и стоит он на хайграунде. Да, при этом он тоже ничего тут не блокирует. Соответственно, у Кингера, по идее, проблем быть не должно. Да, вот тут уже появились скрипчики. Да, там у Империи не было такой возможности точно. Я тогда оговорился. Итак, ой-ой-ой, а вот это очень опасно, потому что подвышку сейчас закидывает в Терлайфа Кингер и убегает Легионка. Да, тут интересная у нас двойная линия. Просто посмотри. Да-да, я вижу. Знаешь, что это есть? Дота in a nutshell. Вот просто... Состоишь себе, торгуешь лицом. Вот тут просто стоишь против Огрмага в миде. Великолепно. Спасибо большое. Так это получается замечательный герой для второй позиции, соло-мид. Ну, он... Он просто может вот так стоять. Просто стоять, да. Вот если у тебя был бы мидер Огрмаг, ты просто заходишь и стоишь. Даже крипов не нужно добивать, у тебя просто... Крипы убиваются об тебя. Умирают от твоей офигенности, да. И так, Алоха. Алоха пока на относительном фрифарме стоит, на нижней линии. Да, единственное, что под вышкой крипов добивать неудобно. Тем более, что вот там то ли Бигнум немножко помешал, то ли просто крипов было слишком много своих собственных. И да, охраняет его Бигнум, и это дает ему возможность. Бигнум и телепорт срочно нужен, потому что, как я говорил ранее, потенциал убийц очень велик у Империи. И вот сейчас, смотри, нападают на Йоку в центре. Но Йоку здесь не пробить. Это все-таки Драгонайт. У него вторая пассивка. Слишком много и армора, и регена, и всего-всего. Это пока Шрапнель хорошего уровня не появится. Вот будет второго-третьего уровня Шрапнель, Драгонайт будет страдать, потому что магию он очень не любит. У него как раз максимальный запас здоровья не самый большой, он броней компенсирует. Ну, нужен плюс один обязательно на Йоку. Это будет Баунти Хантер, скорее всего. Естественно, естественно. Вот Легионка. Три уровня у нее уже есть. Что по крипам у Легионки? Два крипа набита. Маловато, конечно. У Гостика 7, но его гоняют очень плотно. Ему приходится использовать Херинг Селф, чтобы хоть как-то восстановить потерянное здоровье. Потому что до этого на нем там висел Игнает, и еще и Бимом прохарасил его Алоха. Так, а тут что, будут проталкивать линию? Ну, судя по всему. Или не Алоха, просто не хочешь, чтобы к нему линия ближе подходила. Хорошо. Йоку очень агрессивно играет против Фэнон. А ибо нечего. Нужно пользоваться моментом, пока ты можешь подходить к этому снайперу. Пока ты Драгонайт. Скоро такой возможности не будет. Драгонайт как раз может быть небольшой компенсацией в плане потенциала вот этого цепляния. Ибо если у него появится блинг, и у Легионки будет блинг, то вдвоем это два героя достаточно неприятные. Да и вообще, в принципе, потенциал, ну, пуш-потенциал усиливается с Драгонайтом, потому что все-таки это бочка в первую очередь, которая идет и может ломать здание. Причем с поддержкой Дазла, прикинь, как круто на самом деле получается. Ты стоишь, тебя подхиливают, ты и так сам по себе толстый, а тут у тебя еще есть, если что, какой-то Шелу Грейп, например. Ну да. Я помню, как-то, кажется, ЕГЭ играли через Абадона, Драгонайта и, кажется, то ли Дазла, то ли еще кого-то. Там просто один Драгонайт стоял спереди, а два героя у него за спиной. И пробить ДК было невозможно. Абадон, Драгонайт, Дазл, не знаю, Висп еще, наверное, какой-нибудь. Да-да-да. А может быть, там Висп, кстати, был вместе с Абадоном. Не скажу точно, но да ладно, это не слишком важно. Пятый уровень уже у Снайпера. Вижу, Аквилка у него уже имеется. Легионка тоже периодически бегает поднимать баунти-руны, ибо больше ей ничего не дают сделать. Проходит ФН мимо кампании Тральных Крипов, видит, как фармит Слардар, и Слардар говорит, да нет, мне нормально, я тут как бы фармли, на линию не хочу идти. Ну, в принципе, и правильно. На отчете на линию, если есть Айрон Талон, если ему и тут, его и тут, как говорится, неплохо кормят, а там как раз таки плохо кормят. Да, ну вот смотри, что происходит. Снайпера продолжают немножечко гонять. К нему уже, кстати, тапок прилетел. Но счет по-прежнему 0-0. Вроде бы 5 минут прошло, пока еще без жертв. Это потому, что оффлейнеры стоят очень осторожно. Флайк где-то взял четвертый левел. А он тут подсосался, только одному придет на линию, только второму вот сейчас возле гостинка постоял. Смотри, что сделал Кингер. А что сделал Кингер? Он просто взял... А, вытащил... Да, древнего гранитного голема и вытащил его просто на лоу-граунд. Отстанет големов, не трошив. Возможно, проверяет, действительно ли с них сняли иммунитет к магии. Там вновь подходит Баунти Хантер. Кстати, он... Мог подрезать Курьера. И сейчас, скорее всего, это сделает. Не догонит! Не догонит! Нет! На обратном пути нужно ловить. Вот сейчас, сейчас, сейчас. Да, он примерно понимает, где должен быть Курьер. Но и примерно понимает, что где-то здесь может быть Баунти Хантер. И чуть-чуть не довели буквально над лесом. Правильно все делали. В последний момент буквально расслабились. И БХ смог выловить Курицу. И Руну еще подворовал Флай. Но здесь сейчас подворуют, собственно, самого Флая. Хотя приходит сюда еще и Гостик. Бигнум вместе с Ноуфиром разминают. Но вот чуть-чуть Гостик тогда не дотянулся. Кстати, у него еще есть Манга. Поэтому Флай тут 100% должен уходить. Но нет, не 100%. Тут уже Луна на месте. Эфер с Блад. И проливает первую кровь Ноуфир. Но дальше преследовать никого не стали. Потому что еще и Рубик там откинул Ноуфир подальше. Думал, откинулся. Да нет, вроде бы с Рубиком все в порядке. ФН, значит, уже, кстати, с Ассасинейтом. Я уже жду, не дождусь, когда у нас будут снайпер-алхимик. Когда будет снайпер там на керри где-то собирать 6 слотов. На него агоним. И он просто... Минус 5 с одного Ассасинейта. Как бы это было круто, слушай. Все, хочу, хочу, хочу. Вообще алхимиков в этом патче не припомню, на самом деле. Но, кстати, в этой игре алхимик был в бане. Конкретно вот на этой карте. Алхимик не стал хуже, как по мне. То есть, вроде бы и баунти-рунки для него там добавились. Да, у него немножко гривился грид. Починили под эти баунти-руны. Раньше он, конечно, побольше денег зарабатывал. Но все же, сейчас ты куда не пойдете, везде баунти-руны просто. Ну, возможно, еще не тестили там. Сейчас все слишком заняты тестом Underlord и Арквардена. Да, Аркварден. Норм. Герой. И так, всегда в банах сидел, а теперь что-то нет. У нас в центр. Уже начинают сжать там Фрэнс, Драгон Найт в форме. Пробивая середину вышку. Ну, а что бы не пожать? Тем более, если Даззл еще придет. Можно вообще не бояться. Ну, Снайпер хорошо пока отбивается. Да, четвертого уровня уже Шрапнель. 75 урона в секунду. Достаточно много стоит отметить. Бедные какие-то Даззлы там. Да, даже тоже Драгон Найт, который неповоротливый весьма может страдать сильно. Афтерлайт на Легионке. Ну, пока что у него дела идут не слишком хорошо. По Нетворсу можно видеть то, что он находится на пятом месте. Ну, у него хотя бы с уровнем проблем нет. Седьмой уровень это достаточно сильно. Уже есть дуэлька, поэтому можно теоретически кого-то даже ловить. Проблема в том, что нюков нет. Вот ты Легионкой ловишь врага, а тебе никто пока помочь не может. Вернее, те два героя, которые тебе могут помочь, это Драгон Найт и Луна, это два кора. То есть они не будут к тебе прилетать на линию, скорее всего. Просто так. Афтерлайт спалил на варде своих оппонентов, которые выходили. Ну и просто понимая то, что Легионка отсюда ушла, можно выходить в наглую пушить вышку. Причем Афтерлайт еще на дорожку дал Оверл Минодз, который четвертого уровня и который очень больно пробивает, если много целей. Ну, вышку должны здесь запилить. В свою очередь тут Тир-1 вышка будет падать у самих Тим Эмпайр. Внизу, кстати, Флай подсвечивает Алоху, но у Алохи имеется Эклипс. Можно сбить телепорт. Да, сбивает телепорт. Беги, беги, Флайушка, потому что больно будет. Ну, забрали Тир-1. Еще могут в центре Йоку прогнать. Кстати, вышка еще не Денайбл. 134 хитпоинта. Надо, чтобы было меньше 130. Да, 4 единицы здоровья. Ну, могут просто прийти добить. А вот сейчас Крипчики подойдут и добьют нужную форму у Драгоннайт на кулдауне. Все, можно заденайть вышку. Это вы ждали. А здесь могут подловить, кстати, Флайя, потому что он наступает на центрячок. Но это было, на самом деле, довольно очевидно, то, что здесь центряк есть. Там тем временем снайпер заденайл вышку, пока здесь распилили Флайя. Они и в прошлый раз на этом центряке дрались тогда со Слардером. Если ты помнишь, не знаю, возможно, запамятовали. Возможно, подумали, что там просветки были, а не центряки установлены. Ну, просветки там действительно были. Да, да. Просто, возможно, еще подумали, что центряк по таймингу упал. И он действительно по таймингу упал. Только что. Да, только что, действительно. Можно было попытаться забрать Рошана через Amplify Damage, но предварительно можно еще кого-то цепануть. Например, вот сейчас легионочку бы забрать. Просто сказочно было бы хорошо. Вот он, Флай, заходит. А уже с... Нет, без талона пока еще фармит Afterlife. Не стал, видимо, делать себе талон, потому что подумал, что ему и так будет норм. Есть у Вэрл Минодс Afterlife. Вроде бы и хочется, и колется давать дуэль. Ноуфира подцепили с танчиком и будет умирать здесь Ноуфир. Заходит Луна с Эклипсом. Неплохо. Раскастовывается Алоха, но Алоха оказался неожиданно в окружении пятерых героев. Все под треками. Просто бегите, бегите, глупцы. Потому что сейчас начнут опять лететь головы. И в этот раз Балантихантер может быть более результативен. Яд в него залетает, но не успевает зацепиться яд. Да, в итоге он уходит в никуда. Но дуэлька. Качественная дуэлька. Да, хорошая. Там Сентрячок просто стоял и увидели. Его прям за спиной у Балантихантера поставили. Посмотри, там просто дорожка из Сентряков. Три Сентряка стоит здесь. Да, вот он один. Собственно, как вот бежали за Балантихантером, так их и ставили. Видимо, кроме вот этого последнего верхнего. Итак, FN. Девятый уже уровень у Снайпера. Драган Лэнс имеется. Ну, пока Снайпер хорош вроде бы. Пять с половиной тысяч мы видим стоимость Лайстиллера. Пять примерно с половиной тысяч. У Драгонайта, что тоже очень важно. Потому что Драгонайт очень тяжелый герой на подъем, если вдруг он отстал. Да, причем будет делать себе Армлет Йоку. И, ну, это очень круто его укрепит. Вообще Армлет хороший. То есть у тебя скорость атаки, у тебя урон, у тебя жир, у тебя все добавляется. Собственно, все то, чего не хватает обычно Драгонайту. У Драгонайта проблема именно со скоростью атаки и с уроном исходящим. У Алохи есть уже Доминатор, ПТшечка. Минус Лордар, минус Рубик. Так же делается. Фрэнс отвечают неплохо. Просто больше людей здесь оказалось. Имперцы, видимо, не ожидали, что вот так много тут будет персонажей вражеских. И ФНа просто не было. Да и его теоретически там быть не могло. Потому что даже, используя он телепорт, он бы прилетел секунд через пять. К тому моменту уже все были бы мертвы. Вот только сейчас снайпер там оказался. Проблема команды Эмпайр в том, что только Фрэнс делает пару минусов, они уже могут приступать к сносу выше, потому что у них есть Драгонайт, они могут себе позволить. Но зато у Империи есть тоже чем ответить. Это снайпер. Гостик там сердит и почему-то на Голема решил с ним разобраться. Не любит Терник Мэна. Ну да, наверное. Сабля на подходе у Чапи. И один С уровень. Плюс пять взял ко всем атрибутам. Будет статтовый лайфстиллер. Вот у лайфстиллера мы только недавно обсуждали как раз-таки этот талант на увороты, когда сидели комментировали с Машей тоже. А что, что, что? 15%? Да, 15% просто, ну, ты вот вдумайся на самом деле, насколько это круто. То есть я герой на силу, у меня просто дофигища демиджа с руки, и я еще из ниоткуда получаю 15% уворотов и заставляю тебя как минимум собирать какие-то, не знаю, МКБшки, Блаторны и так далее. Ну, 15% я бы не сказал, что это очень много, но ты в теории можешь захотеть собрать против этого МКБ, но это действительно не так много. То есть если вот вы... Немного, я согласен, но это есть. То есть если ты в мясо убиваешь лайфстиллера, это не заставит тебя действительно покупать там вот тот же Манки Кинг Бара, чтобы продолжать в мясо убивать лайфстиллера. Но если вы идете 50-50, да, вот именно на одном уровне, то естественно, естественно придется какие-то средства борьбы с этими уклонениями иметь. О, Кингер украл ультимейт луны. Очень полезное заклинание. Слардороблинг появился. Все, поехали. Инфест-бомбы. Давайте. Гоу-гоу-гоу. Да уже есть, уже готово, смотри. Я вот жду, когда он прилетит. Вот он летит, летит на святыню. Прилетел. На кого будет нападать? Да вот кого-то бы увидеть для начала, было бы неплохо. Но сейчас Андрей Бондаренко должен дать разведку. Главное, чтобы это не было стандартной разведкой от Флая. Но это не будет стандартной разведкой, потому что есть поддержка с ним в виде Кингера и Гостика. Гостик залетает на Алоху, хочет напасть, но его самого застанили. Пошел ультимейт от Кингера. Ворованный. Хороший оверл минут. Залетели от Легионки. Очень много дэмэджа вносит. Афтерлайф уже разбирается с Рубиком и также еще и с Гостиком. Оказывается под фокусом Чаппи. Чаппи пытается играть Армалетом и убегает на хосте, но это не помогает, потому что догорел он от Йоуку. Преследует снайпера. Игроки команды Фрэнс. Три в два пока что, четыре в два пока что размен. Остался из Империи живой один ФН, которого гонит Йоуку. Ну и вот он станчик и ФН тоже отсюда. Никуда не денется. Задувочка пошла от Драгонайта. Игнает висит и это минус ФН. Минус пять. Да, а начиналось все так хорошо. Так все грамотно распределили. То есть напали на Луну. Ладно, началось все плохо, потому что изначально спалились. Имперцы просто спалились. Это очень стандартная точка. Вард стоит. Вот мы видим на каком холмике. Тут сразу же Сентрик. Как только слетел Смоук, естественно, все стало понятно. Луна поменяла позицию. Смогла убежать вот в эту зону между деревьями. Но до нее добрались. Дазла в это время поднял Рубик. То есть он не дал кинуть Грейв. Луну убили относительно быстро. Но помимо Луны, там еще есть Драгонайт и Легионка. И когда там Дазл полечил, а Легионка дала копья, тогда чуть все и не умерли. Ой, алоха. Вот это подарок. Это просто подарочек от алохи. Вот я не увидел, когда залетал Слардар. Его что-то застанило. Это был Драгонайт? Не, его Огр, Огр. Его Огр остановил. Его тогда остановил Огр. Ну, может быть, потом и Драгонайт. Но я точно Фаербласт видел. Так. Итого 10-5 мы видим. Что там у нас по общим графикам? 500 золота. Всего лишь преимущество команды Фрэнс. И то Империя там как-то даже умудрилась отыграть его. Не знаю. Ну, опять же, напоминаем то, что у Империи есть Баунти Хантер. Правда, сделано 5 фрагов, опять-таки. Не, 5 это уже более-менее. Вот ты можешь обратить внимание на разницу вот вида внешнего графиков опыта и золота. То есть, если по опыту это 3000, то по золоту это всего 500. То есть, вот эти 2500 разницы по золоту, плюс-минус, это как раз и есть труды Баунти Хантера. Да, так и есть. То есть, то пока что игроки довольны фармом на своей части карты, в своем лесу. Но нужно использовать опять-таки Смок, использовать Инфест Бомбу. Уже откатится Инфест через 3-2-1. И вот уже Лайстиллер сидит в гостике. Можно на кого-то выходить. И приоритетной целью может стать Алоха. Алоха. Есть Лизерин Крэш, есть Амплифай Дэмэдж. Ну да, это, конечно, очень плохо. Почему Даззл не находится постоянно рядом с Луной? То есть, вот сейчас Бигнум был относительно недалеко. Но когда я обычно смотрю на такие ситуации, там обычный герой второй, он чуть ли не в упор стоит. И понятно, это, конечно же, и проблема. Ты можешь сам угодить под Слардера. Но буквально, мои слова, воспринимать не стоит. Хотя бы в радиусе Грейва просто находиться. На вас на двоих так напасть вряд ли смогут. Чтобы одного и второго зацепить. Что у Афтерлайфа? У Афтерлайфа имеется Блинк Даггер. Имеется 1700 на руках. 30 дэмэджа с дуэлей. Луна, посмотри, как она сильно отстала. Кстати, Слардерона нашли. Наверное, это может быть и проблемой, хотел сказать, для самого Драгонайта. Но нет. Какая проблема для Драгонайта? Это лишних 14 урона для Легионки. Ты только говорил 30, и вот уже 44 урона. Да, и можно зайти на Рошана, пока у Йоку имеется форма. Но хотя это тоже опасно, да, убили Слардера, да, не будет инициации какой-то внезапной. Но тем не менее побаиваются Фрэнс. Как же мощно этот Драгонайт выглядит. Какая же не мощная эта луна. Просто вот Алоха, опять, он вылезает далеко фармить, но это вынужденные меры. Если он не будет так делать, его... Ну, он просто будет без артефактов бегать. Да, его периодически убивают, но теряет он на этом там 500-700 золота, а зарабатывает там косарь полтора. То есть и в каком-то смысле это там все равно идет в плюс. Плюс за ним там бегают периодически. Итого мы видим уже два героя поддержки рядом с Алохой. Говорят, ну все, в прошлый раз один дазл не справился. Огр говорит, смотри, как надо его спасать. Проверяй. Кстати, Флая заметили. Ну, судя по всему, да, но не стали куда-то гнаться далеко. Гостик уже готов на позиции. В нем Чаппи. Если Йоку увидят, это будет еще один серьезный подарок. Да, увидели, нашли, запрыгнули. И под амплифай дэмэджем Йоку пытается распиливать. Хотя Йоку играет армлетом и попутно включает БКБ. Чаппи делает рейдштепаут. И Гостик, вернее, авторлайф не успел добежать к нему. Он буквально в последний момент развернулся. Видимо, он драться и не хотел. Но если бы он знал, что там герой делает телепорт, то, скорее всего, пошел бы дуэлью сбивать. Тпшечку. Вообще, на самом деле, здесь Сентряк, который вот-вот упадет, видит абсервер, который поставили игроки команды Эмпайр, и будут его разбивать. Да, кстати, очень хорошо получилось. Только-только свежий абсервер. Очень приятно такие варды ломать. Ну и, собственно, здесь тоже вард сняли, за счет которого подловили Драгонайта. Ну, потому что прекрасно понимали, что вот так вот в деревья на рандомчике не ворвешься. Понятное дело, что видели, куда пошел Драгонайт. Поэтому очевидное место для варды нашли и сняли. Так, что там у снайпера, кстати? Снайпер, вот я смотрю, постоянно в режиме этого АФК-фарма. Пиком Майлстром. Да, ну здесь смоки, кстати, нашли. Ну, кого-то или нет. Кингер отсюда отошел. Смотри, вард ставится. Видят флая. Флая минус. Дуэль. Бодренько так второй лайф режет. Гостик влетает вместе с Чапи. Уже спиливают Дазла. Наваливает снайпер. Очень больно. АФН делает даблкил. И здесь также остался ноуфир. Но, правда, здесь еще есть Йоку и Алоха. Алоха, который раскастовывает ультимейт по Чапи. Нет у него рейджа, поэтому не может он никак заявить магический дэмэдж. И Чапи умирает 2 в 2. Гостик. У него очень мало здоровья. Подставляется под бим. Как ты, зачем ты? Опять все плохо складывается. Вот начало было неплохое. Да, забайтили. Реально хорошо спровоцировали это нападение на Баунти Хантера. В итоге подловили. Сделали 2 очень уверенных минуса. Но так как Баунти Хантер погиб, то треков, соответственно, не было. Лишних денег не заработали. И в итоге Фрэнс остались в плюсе по файт-рикаду. Да, да, да. Именно так. В итоге выжила Луна, выжил Драгоннайт. Они сделали какие-то фраги, они заработали денег. И все опять у Фрэнс очень хорошо. И 14-8 они ведут. Но мы сами видели, как же больно пробивает ФН. ФН больно пробивает, но ему бить-то нужно. Он пока что боится подходить. А что у него там, кстати? Плюс 200 к здоровью. Плюс 15 скорости атаки. Смотрю, на 25-м уровне плюс 4 заряда Шрапнель. Просто обмазаться Шрапнелью можно. Ну, не знаю, на 25-м уровне так ли это полезно. Ну, там не забывай, там еще замедление есть. Замедление вообще всегда полезная штука. 30% это приятная вещь. Так ты просто все поле битвы усеял этой Шрапнелью. И она там себе стоит. Кстати, опять будет встреча сейчас, судя по всему. Потому что Гостик уже устремляется на своих оппонентов. Огрмак подстанил Баунти Хантера Фаербластом. На Нофира есть пресс за атак. Также Грейв заранее кидает Даззл на всякий пожарный. Да, ну слушай, получается пока очень неплохо у Фрэнс. И сейчас они уже идут нападать. А вот учитывая то, что есть Блинк Даггер и у Драгонайта, и у Легионки, это очень страшная комбинация. Очень хороший вардинг у Фрэнс. Это хотелось бы отметить, потому что везде стоят центрики, везде стоят обсерверы. И, ну, я не знаю, не видел такого, чтобы смоук где-то был использован под вардом. Да, он не может быть использован под вардом. Везде, где они используют там где-то смоук или группируются, просто стоит сентри вард. Потому что Баунти Хантер вынуждает их это делать. Да, есть такая проблема. Но халявы для Баунти Хантера в этой игре нет, точно. Вот просветка, просто нашли БХ. Да, он успел, правда, один трек повесить, но его очень быстро убивают. А тут можно зажать в коробочку снайпера. Да, и с ним сейчас так и поступят. Хотя он по-прежнему бежит. А там Шарапнель очень сильно спасает. Запрыгивает еще и Гостик, подстанил Афтерлайфа. Гостик получает Пойзон Тач, погоня за Феном. Алоха гонит Фена. Есть Люнсен Бим по нему. Раскастовывается ультимейт. Фен отталкивает себя на хайграунд и делает и паут, и Фен уходит. А тут тем временем на другой половине разворачивалась драка, но вроде бы как все обошлось. Там, судя по всему, опять-таки поделали телепорты, и Драгонайт там остался. Лайфстиллер, наверное, делал телепорт, судя по всему, потому что у него кулдаун. Ну, возможно, возможно. Итого у нас по-прежнему дело ясное, что дело темное. Снайпер по-прежнему способен убивать героев. Легионка очень хорошо разгоняется. Я смотрю, 15 уровень, хорошие артефакты. Да, 8600 вроде бы там позади всех в плане фарма, но если мы посмотрим на Слардера, то вроде как ее прямой конкурент. Даже на Лайфстиллера, который не прямой конкурент, но тем не менее Легионка фарма очень близко подбирается именно к Найксу. А здесь тем временем Рошан падает. Да, и под Amplified Damage'ом приходит еще и ФН, и расстреливать Рошана становится еще более приятно. Огрмаг скоро будет с Форстафом. Да, вот, кстати, еще стоит обратить внимание, что Драгонайт, что Легионка, что Луна под Бладластом Огрмага выглядят очень круто. Вот просто бежит этот Драгонайт. У него там скорость атаки сколько получается? 0,6 секунды. Смокут команды Фрэнс и также параллельно Империя. Разбивают дымы, но они просто разбинулись, никого не находят. Просто сейчас можно подефать где-то. Афтерлайф залетает с дуэлью на Лайфстиллера, но очень больно сам получает от него. Но здесь есть команда поддержки. Ведь Драгонайт и остальных героев есть Шеллоу Грейф на Афтерлайфа. Василий пока что живет. Здесь уже минус 3 делает Йоку и компания. Йоку трипл килл заряжает Ассасинейт. Вогермага это минус, ноуфир. Кстати, можно было подальше погнаться. Если бы был хоть один герой, способный догонять, типа Слардера или того же Лайфстиллера, а так основных персонажей своих уже растеряли, инициирующих, и вынуждены терпеть. Тяжело пробиваться сквозь Дазла и Легионку. Вот только что видели, нападение оказалось бы неплохое, но Слардер после инициации он сразу же разворачивается и убегает. Он знает, что больше ничего не сделает, потому что там сразу вешается Грейв, и, знаешь, до последнего стоять бить руками, это вообще не вариант. Ну вот я сейчас до сих пор держу открытый Файтерик Эпп, потому что FM... А у меня что-то кнопка, то ли я простыкал, то ли не появился. 3,5 тысячи дэмэджа выдал снайпер. Да, так вот, до него редко добегают. Он вроде бы делает пока все правильно, но вот учитывая то, что у него эгида, иногда можно жертвовать собой. Просто, когда ты на снайпере, и ты потерял эгиду, обычно вокруг тебя уже 5 человек, когда ты появляешься. И это проблема. Разорвать дистанцию порой становится очень тяжело. А там Луну убили Гостик вместе с Чаппи. Сколько они уже? Раза 4, наверное, ее завалили вот таким вот образом с инфест-бомбы. Ну, потому что ничего толком не сделать. На тебя нападают, если рядом с тобой нет Дазла, то все, ты труп. Что дальше будет собирать себе снайпер? Ну, он принес себе уже мьелдер, есть 2 тысячи. Даже не знаю, наверное, можно какой-нибудь Скади, какие-то, я не знаю, статы. Но вариантов масса, действительно. Можно в дэмэдж упороть. Мне вообще бабочка достаточно сильно нравится, потому что там много физики. У ворота бы не помешали. Бабочка, да, тоже. Тем более, когда на тебя прыгает регионка, она очень сильно спасет. Да, есть такое. Да, и Скади тоже спасет, на самом деле. Скади тоже спасет. Ну, это просто два разных типа живучести, да. С одной стороны, у тебя у ворота и чуть больше брони. С другой стороны, у тебя чуть больше брони, чуть больше здоровья. Скади немного побольше даст против ультимейта луны, потому что ты просто... Ну, да, магия, магия. Да, а БКБ собирать не хочется. Так, и Рубен. У Рубика уже почти есть... Ага, ним. Почти, подчеркиваю. Вот, кстати, приятный момент, почему Рубика стала брать еще более... Ну, более приятно. Это потому, что у него первый талант сразу же идет на прирост золота. То есть плюс 60 золота в минуту на 10 уровне. У тебя сразу идет бонусная денежка, ты быстрее собираешь артефакты. Ну да, видишь, на более высоких уровнях, когда таланты на КПМ, там просто дается больше золота в минуту. Например, там... Да, там 90, 120. Просто к тому моменту Рубик уже себе несколько тысяч зарабатывает. Ну вот, это, да, действительно, хороший бонус. Находят Чапи. Тут также имеется Гостик, но Гостик, наверное, посмотрит на это, хотя прыгнул. Героически попытался спасти своего лайфстилера. У него, конечно же, это сделать не получилось, но зато получилось не отдать дуэль легионке. Хотя бы урон ее лишили, и то приятно, да, то уже хватит кормиться. Тут мы видим Алоха бегает с волком рядышком. На 2000 хитпоинтов. Очень неплохо. Кстати, Алоха, я думаю, должен был заподозрить, что где-то здесь находится Вард. Возможно, помайковать своим товарищем. Да, он помайковал, но не совсем поняли, где Вард этот стоит. Йоку. Ну, он нападает сейчас на снайпера, но у Эфена есть и гида, не стоит забывать. Там двойной урон, не забывай об этом. И это убийство под треком, скорее всего. Хотя Йоку по-прежнему живой. Да ладно! Выживает Драгонайт. Да, и Флай убивает еще на развороте в ответочку. ФН пока не хочет драться. Возможно, считает, что его герой недостаточно силен на данный момент. И поэтому команде своей тоже говорит, давайте, мол, будем сидеть где-то осторожненько на булке. Вот когда мы обсуждали айтембилд снайпера дальнейший, ты говоришь бабочкой, говорю скаде, но я еще предложил третий вариант, это упороться в дэмэдж. И судя по всему, ФН так и делает. Не, бабочка хороший в этом плане вариант, потому что у тебя 60 урона, 60 скорости атаки, у тебя там 60 всего, то есть ты очень сильно разваливаешь. Но это будет МКБ? Да, потому что, видимо, решил, что уворачиваться кто-то там от него собрался. Да? Да, да. Кто-то может от него уворачиваться. Ну, Луна в перспективе может уворачиваться. Может. И, да, Луна обычно себе бабочку берет. Так, что тут у Луны? 150 здоровья. Плюс 40 урона от Люсенд Бим. Или 150 здоровья. Хм, дайте-ка подумать. Кто придумал вот это? На 15 уровне плюс 40 урона Люсенд Бим. Ну как это можно было придумать вообще? Да, есть действительно такие таланты. Ну, вот у Даззла, например, на 15 уровне плюс 40 к урону или плюс 100 к дальности способности? Хм, чтобы выбрать. Даже не знаю. Но если ты керри Даззл? Ну, если ты керри Даззл, ты берешь плюс 10 к интеллекту, плюс 40 к урону и минус 6 секунд перезарядки по изон тачи. Просто в тесночку ходишь, месишь людей руками. Не, ну, я согласен в том плане, что некоторые таланты, они прям совсем неадекватные. Ну, просто вот. Так, ну, пока что не хотят драться команды, либо не хотят, либо просто поосторожнее решили сыграть, подождать Рошана. Потому что у ФН эта эгита закончилась, ее даже не сбили. Окупировали вражеский лес игроки команды Фрэнс. Там они поставили вардец и вроде бы, ну, чтобы чувствовать себя более-менее в безопасности. Тем более подход на Рошана. Подход на Рошана это очень-очень важно. Тут все сейчас более-менее успокоились, все сейчас решили заняться немножечко именно позиционкой. Там я смотрю по графикам шесть тысяч с немногим ведут Фрэнс. Но, еще раз повторюсь, если снайпера, если до него вовремя не добраться, то эти шесть тысяч он выбьет очень быстро из противника. Дайте ему только немножко времени. Гостик вместе с Чапи выезжают, наверное, за Алохой, потому что они его убивали в последнее время очень много. Он под Вардом стоит. Но там за Алохой вся команда на этот раз. И если сейчас прыгнуть, это будет опрометчивым решением. Поэтому Гостик прыгает назад и просто уходит отсюда в Освояси. Дожидаться команду, а команда, собственно, дожидается Рошана, который может вот-вот появиться, либо пойдет таймер на дополнительный респаун. Да, так, я вижу, там Мьелнер повесил на Крипчика ФН, пропушил линию достаточно сильно. Еще и Шарапнелькой помог немного. Ну, понятно, где находится Фрэнс сейчас. То есть Алохо не просто так, я думаю, стоит один на линии, и больше никого нигде на карте не видно. Да, тем более, что вот сейчас Йоку принимается разрушать святыню. Как он ее своим мечом месит? Замесил все. Ну вот, замесил, но самое главное, это разрушить святыню у Рошана, а она уже разрушена. Рошан появляется, кстати, по минимальному таймеру респауна, и быстрее оказываются здесь ребята именно из Эмпайр. Уже висит Амплифай Дэмэдж на Рошане. Ну, проблема в том, что здесь есть обзор, и Вард стоит, и Сентрик стоит, поэтому все все видят. Так хочется подраться, и вот он Смоук. Да, причем и одни тут все видят, и вторые тоже. Ну вот сейчас, по идее, у имперцев должна быть лучше позиционка, потому что они, ну хотя, опять же, уже не на хайграунде. Они разбежали с разной стороны. До этого были на лоу-граунде игроки команды Фрэнс, и Империя должны были, например, ждать их просто здесь на возвышенности, но просто, видимо, Империя решили отдать Рошана. Так, ну смотри, Аганим есть у Рубика. То есть, что он может воровать? Он может украсть Эклипс у Луны. Вот это, кстати, сильно. Я бы на месте Алохи сейчас очень осторожно этим Эклипсом распоряжался, потому что Рубик может похоронить там пару персонажей сразу же. Ну, Драгонайта тут ничего интересного. Может, ну у Легионки дуэль? Это будет Легионская дуэль с Аганимом. Ну, хоть Рубик нам ее покажет, не знаю. Ладно, мне кажется, что если Рубик кого-то задуэлит, кроме Дазла и Огрмага, то... Битва саппортов. Кстати, нормально можно поместиться. А ну, кто тут победит? Давай посмотрим. Примерно. Огрмага, мне кажется, не надо дуэлить. Это очень опасно. Тут 105, тут 85-7, 1300 и 1200. Ну, знаю, тут реально сложно. Вот тут просто сложно. Но если Дазл... Если Дазл взял бы плюс 40 к урону... А, нет, Дазл... А, там на нем Bloodlast висит. Я хотел сказать, Дазл размотает, у него скорость атаки выше в два раза. Ну, видишь, если Дазл взял еще плюс 40 к урону, то Дазл бы точно его размотал. Хотя вроде бы у Рубика тоже есть талант. Ну, тут зато плюс 125 к здоровью, понимаешь? А тут... А тут только 60 гпм. То есть, вот эти 125 к здоровью, возможно, и зарешают в итоге. Слушай. Ну, видишь, у Рубика тоже есть на 10-ом плюс полтинни как опция. И я, кстати, когда только первые игры в новом патче мы освещали, мы смотрели... Пожалуйста, не говори этого. Мы смотрели Китай. Мы смотрели Китай. И там, ну, реально, то есть, китайские игроки, причем не Абыкту, а там, по-моему, IG Vitality играют. Они тоже тестили. На самом деле, золото на дистанции окупается очень сильно. То есть, у тебя вот 10 минут, там, 600 монет, 20 минут, там, 1200 монет. У тебя там за 30 минут гарантированный, там, я не знаю, форстаф, например. Просто лишний, лишний форстаф. А игры обычно и длятся минут 40. Выехали. Тут уже нашли Баунти Хантера. И не успела подъехать команда. Только сейчас подъезжает Гостик, моментально спиливают Дазла. Уже не будет Шелла у Грейва. Уже хорошо для Империи. Разменяли с суппортами. Бьют сейчас Йоку. Чапи заканчивается рейдж. Йоку пытается сделать тэп-аут, но заканчивается блокимбара. Здесь уже Кингер. Просто поднимает его в воздух. Убили Йоку. А вот это уже приятнее. Это уже действительно в разы приятнее. Опять неприятно то, что умирает Баунти Хантер первым. Поэтому треков нет. Поэтому убийство. Где моя кнопка? Где мой рекап? Я смотрю, у меня просто ни одной кнопки фейт-рекапа нет. Фейс-чекинг. Вольва. Хорошо. Давай я озвучу. За. Погоди, погоди. Он сейчас Афтерлайфа озвучит. Да, давай. Или он кого-то озвучит. Но у него есть дабл дэмэдж. Дабл дэмэдж. Это серьезно. С этим уроном сейчас можно реально озвучить. Но здесь его чуть ли не в коробочку сажали три героя. Но у него очень много здесь обзора. То есть у него и тут вард стоит на холмике, и здесь. Он видит вообще всех практически. И готов выбирать себе цель. Он видел. Он видел то, что туда залез лайфстиллер. Это возможно будет критическое. Смотри. Идет. Еще тычку сделал. Понимаешь, не пожалел. Но Чапи пытается загрызть. Но все-таки Афтерлайф... Вот он, вот он Рубик с дуэлью. Поехали. Афтерлайф получил дэмэдж. Давай Ренат. Ренат, я в тебе верю. Я уверен, он знает, что я хочу посмотреть на... У Рената скоро будет блинг. Так вот. И ты проб... Ну ладно, пока я думаю, он блинг вряд ли успеет дофармить. Ну да. Но я думаю, что если найдет какого-нибудь одинокого Дазла... Тебе грустно и одиноко? Не, в целом, такой Рубик, если ты с каким-то Гастом, например, то ты можешь действительно вгрызаться и в очень сильных героев. И просто, по сути, их там на 4-6 секунд убирать из драки. Просто представь вообще картину, именно вот, как Рубик вгрызается, например. Вот просто, как он именно вгрызается. В Драгонайта, например. Так не, я тебе говорю о том, что смотри, вот есть очень страшный Драгонайт, который убивает всех. Рубик просто включает Гост, нажимает на Драгонайта дуэль. Он, во-первых, 4 секунды живет, во-вторых, он живет там еще, ну ладно, пусть полторы-две секунды, пока Драгонайт его убивает, но при этом Драгонайт 6 секунд не дерется в драке. Не жилец, Рубик будет не жилец. Так самое понятное дело, так и Драгонайт никого не бьет. Надо же понимать, что лучше. надо пожертвовать Рубиком, ну ладно. Да, в этом суть. Да нет, лучше никем не жертвовать. Видишь, даже Ренат это понимает, и просто украл Люнсенбим. Что? Чувак, у тебя была дуэль. Пожертвовал дуэлью ради какого-то Люнсенбима, плюс 40 урона, надеюсь, качнул. Причем не Люнсенбима, а просто плюс 40 урона. Да. У него там плюс 50. Так, ну что тут у нас, плюс 25 скорости атаки луны. Тараска есть у Йоку, ну можно теперь Армалет не выключать, уже под Армалетом 3700. Да, новая Тараска, конечно, бешеная, просто лечение в секунду 7% это нечто. Это, это очень много. Ну, потому что между Тараской, наверное, потому что между Тараской и Скади все привыкли выбирать именно Скади. Но сейчас вот Тараска более актуальна стала действительно заканчиваться и Гидой. Это, конечно, никак не связано с тем, что убивает Баунтихантера, но просто я решил это озвучить. Ну, просто уже смысл озвучивать то, что убивает Баунтихантера, как бы. Ну, просто лишний урон опять для Легионки. У нее уже 108 урона суммарно выигранного с дуэлей. Гем у Ноуфира имеется. Мне интересно, доживет ли эта игра до того, как Афтерлайф получит 25 уровень и возьмет ли он то самое. Плюс 40 урона от дуэльки? Да. Не знаю, вообще вот 25% перезарядки это тоже нормальная тема. Потому что плюс 40 урона это палка двух концов такая. Да, да, ты можешь плюс 40 урона пару раз фидить там снайперу или лайфстилеру или еще кому-то. Снайпер плюс 80 внезапно. а вот это критическая, кажется, была от Гостика. Нет, слушай, он даже пока что еще живет. Правда, нужно, чтобы его кто-то форстафнул. У Рената форстафа нет. Это, конечно, проблема, когда тут Чапи обгрызается в ноуфира, приходится тратить шеллоу грейфа. А тут уже Йоку залетел на Кингера. Кингера спилили. Так, Гостик немножко подгорел от Угрмага, но в итоге убежал. Ну, лучше отдать Рубика, чем отдать Гостика. Ага, то есть теперь ты за то, чтобы жертвовать Рубиком. Вот так значит. Двойные стандарты, да? Ну, если выбирать между... То есть вот в той ситуации ты говоришь, да не, лучше никем не жертвовать. Не бывает так. Но это настолько бессмыслено. Это как, я не знаю, отважный летчик Камикадзе. То есть ты просто понимаешь то, что ты идешь на сознательную смерть. Ну да. Ну так иногда бывает. Ты ради благой цели жертвуешь собой. То есть вот смотри, я тебе... Если ты выиграл турнир, например, и при этом должен был умирать по 40 раз за игрушку. Но ты не знаешь, выиграешь на турнире. Нет, но я тебе говорю, что вот есть такое... Вот ты знаешь, что от того, что ты умираешь, команде только лучше. Нет, тогда да. Вот ты, например, баунти хантер. И ты просто ходишь, постоянно торгуешь лицом и дохнешь по 15 раз за каждую карту. Тогда у тебя, по идее, должен быть статсмен, который высчитает вообще все эти вещи и говорит... Короче, вот эти вот твои демагоги, вот эта вот ваша, сударь, мне ничуть не нравится. Конечно, потому что... Надо нормально на вопрос отвечать. Я нормально тебе отвечаю на вопрос? Хорошо, хорошо. Потом поговорим. Так, что у нас тут? У нас тут опять такси. Такси-гостик. Поехал. Правда, кого тут он искать поехал? Я просто пацифист, Роман, не люблю, когда люди вот это вот жертвуют собой. Блин, жизнь такая штука. Всякое случается. Смоуки бегают. Бигнум, кстати, номер один просто пошел. Смотри, на передовой. Плюс 50, наверное, вкачал к урону. Там плюс 40. Ты не путай. Не, но у него гост, конечно, есть. При этом я по-прежнему не понимаю, почему он первый тут бегает. Ладно, сейчас пока он вард поставил. Огрмага тоже есть смысл кидать вперед, потому что у него хотя бы гем есть. Видишь, Бигнум просто не успевает включить этот гост за количество дизейбла, даже за стан Слардара. Его просто лайфстиль раз-двух ударов. Если ты более-менее сосредоточен, если ты хорошо сосредоточен, то Слардар не успеет дать по тебе Слизерин Краш, если ты ждешь его врыва. То есть ты успеешь нажать гост. Что там все-таки анимация есть. Ну да, но пока что, видишь, пока что получалось. Просто ты не всегда ждешь, что он именно тебе на лицо сядет, а думаешь, что будет какая-то другая цель иногда. Тут, кстати, уже вышки нет, заходит Луна, вернее, ее иллюзии, и они спокойненько, спокойненько сгрызают. Пока что крипов, правда, здания не слишком сильно страдают. Там, я смотрю, у ФНа рапира на подходе. Вау! В квикбаре у него именно рапира. Возможно, это план Б, ну или ФН подумал, что он бессмертный, а возможно, так и есть. Гостик запрыгивает на ноуфир, а еще и тут, оказывается, дазл моментально, минус два суппорта и минус гем у команды Фрэнс. И здесь стоит Рошан. И какие же удачные тайминги. Вот это ошибочка, конечно, да. Очень неприятная ошибка. Сейчас ставятся тут центрячки, но хотя есть гем, поэтому центрячки не слишком важны. Выкуп от Огармага. Неужели испугались выкупа от Огармага? Хотя бояться стоит. Залетает Йоку, не успевает включить Блокимбар, только сейчас включает. Распиливает Рубика. Уже Йоку в Блокимбаре. Выкупается Кингер. В погоне за Йоку под Амплифай дэмэджем находится Драгонайт. Расстреливает ФН. Все и вся. И запрыгивает уже Гостик на Лоха Дэнса. А Лоха очень больно получает от снайпера, хотя Луна влетает с ультимейтом. Как же больно игрокам команды Эмпайр. И здесь Лайфстилер, который запрятался в крипа, пытался выжить, но это не помогло. Чапи умирает. И, кстати, ультимейт Луна своровал Кингер. Тут опять Слардер нападает. И Рубик с агонимным Эклипсом наконец-то начинает разваливать. Он просто хоронит двоих. Сразу же уничтожает их. Автерлайф. Зашел проверить. Смотрит. Нет никого. Просто обменивается любезностями команды. Выкупается Алоха. Да все сейчас будут выкупаться просто потому что... Ну потому что. Наверное, потому что... Зачем? Опять напоминать такую замечательную песню. Ждут, пока откатится инфесту Чапи, но придется этого ждать, потому что Слардара уже нет. Такси закончилось. Откатилась дуэль Автерлайфа просто. Да. Двойной урон, кстати, он находит. Рошана все-таки себе Фрэнс отвоевали, но путем выкупа Алоха Дэнс. Итого. Властилера, кстати, выкупа тоже нет на самом деле, поэтому... Итого. Итого, смотри, что мы имеем. Мы имеем то, что у Легионки есть Цир, есть 541 урона. Ну ладно, там руна все-таки еще имеется, поэтому родного урона все-таки поменьше. Есть Луна, которую убить почти нереально. Есть Рапира у Снайпера. Вот только хотел сказать, что без дополнительного урона на ФН, мы видим, что он просто не справляется. Он пробить никого не может. Кстати, обрати внимание, он выбрал все-таки плюс 4 заряда на Шрапнель. Ну, это хороший вариант, потому что противник, ну, когда подходит к базе, он просто тяжело как-то разбегаться, тяжело кайтить. Не, понятно то, что у тебя просто куча Шрапнели. Вот она тут продолжает сейчас заряжаться. Вот они заряды, Шрапнельки. Да нет, это хороший талант. Не, понятно, что хороший. На 25-ом, кстати, я не так много видел прям отвратительных талантов. И тут просто минус 4 секунды зарядки Люсенбим. Парам-парам-пам. Пууу, 300 урона. И анимация этого Люсенбима просто 5 секунд, знаешь, вот пока она замахивается, пока бьет. То есть, Луна под Бладластом успевает в это время уже, не знаю, 4 удара, наверное, нанести. Ну, вообще, да. Причем, у Алохи имеется сейчас Сатаник. У него 3600 здоровья, у Луны 3600. Да, очень трудно пробивать. Единственный шанс это то, что ФН дадут пострелять. Вот если ФН дадут пострелять, тогда все будет хорошо. Сейчас мы видим, ну, с Крипами он отлично справляется. Все. На кошках потренировался, теперь можно в настоящие боевые условия нырять. Ну, боевые условия здесь создают именно игроки команды ФРЕНС, потому что особо выходить не хочется ФН, ну, вернее, команде ФН, а ФН уж тем более не хочется выходить. Правда, выходит Гостик вместе с Левстилером, опять-таки. На поиске кого-то понимают то, что где-то один отрезанный вот этот вот герой должен быть, и он есть. Это автор лайф. Трекам обязательно. Подсвечивают, нападают, просто моментально. Великолепно. Вот это, это сладчайшее убийство. 600 монет для Чапи, но есть выкуп. Важно то, что это практически башер для Левстилера. Башер очень нужен. Нужно хоть как-то вырубать эти герои в Блэккинг Баре, не знаю, там Йоку хоть как-то контролировать. Да, вот он, башер имеется. Вообще, Слардер с его талантами, он действительно может становиться неплохим керри. Я к тому, что у него есть талант на скорость атаки, на... На урон. Да, на урон, на... Либо на 20 сил, либо на 10% к шансу Баша. То есть, и тот, и тот талант, он действительно очень неплохой. Поэтому в последнее время я вижу вот именно то, что Дота нам подсказывает, то, что можно делать нормального керри Слардера. Ну, вернее, там, я не знаю, из оффлейна выходящего Слардера или четверку, видов. Да, но видишь, ему нужно очень много артефактов, которые вначале позволяют ему жить. Да, естественно. Форс стаффы всякие. Ну, просто учитывая то, что этот еще через Странкиллы собирается, то ему без маны прям очень тяжело. Поэтому вот он, например, берет лишнюю ману, а не 6 хипоригена. А если через ПТ-шечку собираться, мана у тебя может хватать. Ага. Значит, надо брать Слардера в легкую. Нет, да не обязательно в легкую. Можно еще и в мид, да? Да куда угодно его можно. Вообще, отличный герой. Помню, давным-давно был когда-то одним из моих любимых тоже персонажей. Лода на нем давно любил играть в легкой, когда это было популярно. Именно Alliance очень сильно любили это. Да, было дело. Он еще на гирокоптере Эзериал собирал. Тоже помню, было дело. Очень нормально. На дровке Эзериал. Так, выкупы, я смотрю, имеются только у Легионки и у Драгоннайта. Так что, ладно. Да, ну, Afterlife хочет себе получить 25-ый. Я тоже хочу, чтобы Afterlife получил все-таки 25-ый и узнать, что же возьмет Василий на 25-ом уровне. Все-таки у него имеется плюс 144 дополнительного дэмэджа. Так, Драгоннайт что там выбирал? Двойные. Реген. Так и написано на русском языке. Реген. И броня от Драгонблад. Ну да, это нормальная тема, слушай. Сколько у него там брони? Что? 59 брони? Псих. Физическая защита 78%. 63 включила нормалет под Аурой Владмира. Нормально. Но все равно 78%. Но хотя там сотые доли процента, но помнится НС сделал видео, где рассказывал про ЕХП и про то, что каждая единица брони все равно влияет на этот показатель, независимо от того, как глубоко вы в нее уходите в эту броню. Да, именно. Но, кстати, вот Afterlife поднял себе 25-ый уровень и взял себе плюс 40 урона. С дуэлькой, конечно же. Не такие плюс 40 урона, которые может взять себе Дазл, например. Ну, на Дазле плюс 40-то посерьезнее смотрится. Легионка все-таки да, все-таки плюс 40. Ты об этом говорил как раз. Ну, просто на Дазле это одноразовая акция, а на Легионке можно повторять и повторять. Причем, как себе, так и врагу можно отсыпать. Мне кажется, это будет самое долгое присутствие рапиру одного героя, потому что просто никто не дерется. Ну, правильно, потому что сейчас Империя не особо хочется драться, отдавать рапиру вот так вот в чисто поле. На базе со снайпером гораздо безопаснее. Но все равно выходит. Да, действительно. Можно просто посидеть на базе, накупить рапиру на пятерых и сидеть на базе. Так, понимаешь, пока у тебя стоит строение, то все хорошо. Я прям вижу, знаешь, как просто весь мир горит, просто все в огне. Кроме твоей базы. Кроме твоих, да, и ты сидишь, и потом уже база горит, и ты как в этом мемасике собака, которая так показывает, да, окей там, или кто, и все вокруг горит. Как-то так и есть. Ты просто, ты просто сидишь и ждешь, пока к тебе придут. Поглаживаешь свой ствол, своего ружья, свою рапиру, да. Так, ну что, луна уже и с муншардом даже. Ну вот сейчас должен быть выход в гости. Видишь, на самом деле Фрэнс тоже боятся заходить против этой рапиры, но вроде бы сейчас решились, вроде бы разбили смог и пошли. Ну, пора бы уже. Пошли. Ну, они сейчас побегают вот тут, где-то вот в этой зоне, вот так вот походят, поймут, что никого нет, такие вот черт. Причем вив дали на всех, кроме Алохи. Просто. Это байт. Они потом увидят, говорят, ага, смотрите, на всех, кроме Алохи, есть вив, давайте убивать Алоху. Все. А там Алохи так-то и без вива страна. 38 армора. Глиф поздно. Поздно-поздно отреагировали. Ну, прикольная получилась такая партизанская вылазка. И сейчас в чатке должно быть сообщение Омега ВТФу Рэдс. Как в Кейсике, фу, кемпер. Автонуб. Сидишь на одном месте только. Только с АВП и умеешь. Или автонуб, автонуб. Да, автонуб там тоже. Так, слушай, а тут Сландар Зол. Ну, Зол, блин, ну, барак сломали. Чувствую, будто у него девушку увели просто. Смотри, он реально дальше пошел. хватит, хватит. Когда барак сломали, это страшнее. За ним просто команда не успевает. Уже успевает. И причем запрыгивает не точно на Алоху. Алоха еще проюзал. Манта Стайл на развороте. Пилит Гостика. Там уже умирает Огрмаг. ФН в блокимбаре. Пытается драться. И до него все-таки добирается Афтерлайв. Юзает БКБшку, Гостик. И использует Дель на Гостика. ФН уходит пока что вместе с Волчком. Там разбираются со Слордаром и Лайфстилером уже. И спасается ФН. ФН просто, да, он... Ну, это самое главное, наверное, для Империи сейчас. Потому что у Лайфстилера Байбэк имеется. Еще Баунти Хантера нашли. Бедолагая, конечно. Очень жалко его. Такой молодой был. И выкуп, да, от Баунти Хантера. Да, так и есть. Ну, придется выкупаться, наверное, еще и Лайфстилеру здесь. Второй должен быть рапиросик уже у ФН на подходе. Вообще, в таких ситуациях, когда у тебя есть рапира, очень классно Дейдл смотрится тоже. Да? Потому что ты можешь одной плюхой фактически... Может выглядеть критическое. Да, реально критическое. Так, сбиваются там периодические блингдайгеры. Идет расстрел Дазла планомерно. Уничтожает его. Но это минус вторая сторона. И очень быстро горят здания. Прям ничего не скажешь. Еще один заряд шрапнельки. Последний, кстати, заряд шрапнеля остался у снайпера. Алоха. Ну, Алоха очень больно пробивает ФН. Алоха отходит. Там еще сыру Алохи есть, поэтому он не слишком сильно паниковать должен. Вот Йоку может сейчас немножко попаниковать. Алоха съедает сыр. Производит атак Легионка очень быстро Алоха пробивает эти здания. Есть, если что, еще Шеллоу Грейв, поэтому можно как-то... ГГ! Замечательно! Не знаю, очень странная игра от Эмпайр. Вот действительно очень странная. Легионка 260 урона с дуэли. Возможно, это, конечно, репутация ФНа. На мне так сказывается. Но выглядит действительно как-то, не знаю, плохо концовка этого матча. То есть, написали ГГ, до того, как нормально подрались. Вот этот убегающий постоянно снайпер. Понятно, что, возможно, ждал, когда будет идеальная ситуация. Когда он сможет прям идеально всех расстрелять. Что вот пять героев, АФК, он по ним бьет, они умирают. Ну, не давали, опять же, стрелять. Но когда ФН стрелял, он очень больно от Алохи отрывал. Там, да, болезненные были тычки. Но поддержки никакой не было. Если бы тогда хотя бы ворвался с Лардер, начал бить Лайфстилер. Даже не Луну. Луну пусть бьет ФН. Неважно, на кого. Дазла там. То есть, просто наводил суматоху. В этот момент просто ФН берет и расстреливает Алоху. Но там так получилось в последней драке вот внизу. Там легионка сразу же напала на снайпера. У него не было другого варианта, кроме как убегать и пытаться спасти. Там на снайпера напали все. Я просто видел Afterlife с горящими глазами, который бежал вот так вот. Выпучил глаза у него. Сладкий губолих. Да, две вот этих вот два меча в руках. И просто грудь вперед бежит. Так, ну что? На этом у нас, с победой 2-0 в пользу команды Фрэнс. С чем мы это поздравляем? Да, Империя не смогла взять ни одной карты. Возможно, сказывается то, что у них стенды. Да. Ну, все-таки мипошка. Ну, видишь бэтсейфти. Бэтсейфти. Все правильно. Что можно тут еще, наверное, сказать? Это то, что нас ожидает следующий матч. И следующий матч не менее интересен, потому что играет Орда не против Альянса. Пока что против LQ. Против наших аналитиков. Стаг аналитиков против Орды. Тоже матч обещает быть интересным. Почему? Потому что все-таки люди знакомые, потому что у нас флешбеки в 2012 год. Да потому что все смотрели на этих людей, которые сейчас будут играть исключительно там у нас в студии аналитики на квалификациях к мейджорам, к интернешнл, там еще где-то. А сейчас будет возможность понаблюдать за ними воочию именно в игре. Потому что ты, Роман, все пропустил, когда они выступали на опен квалах. Мы здесь сидели с Машей, комментировали, и Маша пришла в худи Эмпайр, причем старого образца со старым лого. То есть это флешбек 2012 год, blow your brain, фаник, скандал. Ну, уже как бы три человека есть, плюс там еще добавился скрин из онлайн. Да, ладно. Я так понимаю, что у нас сейчас типа 40-минутная пауза, но я не знаю, возможно, мы посидим там, покатаем в какой-нибудь киберсроу с фивером. Конечно же, мы вам это покажем. Да, 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 естественно. Но я думаю, что мы в любом случае сейчас уйдем буквально на минутную паузу, после чего, скорее всего, вернемся, так что далеко не разбегайтесь. Егеймингбетс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай. Экспресс-сценаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пике и банды команды. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. EGP.com Ты точно знаешь, кто победит.